Всем привет, с вами Влад и мы продолжаем Totally Accurate Battle Simulator. Мы прошли introduction, мы полностью с вами в курсе дела, посмотрели на воинов, все такое. Сегодня мы начинаем с вами адвенчуру. Это уровни, видимо, сюжетного, скажем так, формата. Это самое важное для нас, скорее всего, в этой игре. Итак, давайте начнем. Tree Tribe, поехали. Так, и что мы здесь имеем? Значит, спокойная музыка, щитовики на деревьях. А что вы там забыли? Сдубинки есть на деревьях, копинос есть на деревьях, топорщики есть на деревьях. Так... Так, а вас не слишком много, парни? Ну, если они все упадут и сломаются, тогда будет прикольно. Если они не упадут, то будет не очень. Не очень тогда будет. Так, ну, я предлагаю тогда сделать каким образом? Ну, поставить дубинчиков, протекторов немного, зельников и три вот этих вот чувачка. Обычных пугал получается, наверное. Ну... А, так они все упали, ну... Сразу так и сказали, что так и будет. Что все упадут, все будет хорошо. Я уже запереживал, запаниковал. Так, а что начинается-то, парни? Подождите. Не, ну, смотрите, мои четыре чувачка с зельями держатся идеально. Они просто набрасывают, получается, со стороны и все. Ну, это легко, это нормально. По сути, смотри, они все попадали с деревьев. Вот эти парни сейчас накидывают нормально прям. Там уже все, там уже ребята разобрались с дубинками. Это... Это ты такой школьник? Это такой школьник? А как ты таким стал? Ты же был больше. Это что за ребенок? Это ты так делаешь? Так, а это что такое? Кого вы там? Еще кого-то мужика. Так он уже лежал, никого не трогал. Чего вы к нему докопались-то? Вы друг друга нахера бьё... А! Окей. И все. И все. Прикинь, да, у нас какой-то шкаляр был. Так, а эти четверо? Ну, вот эти, вот эти вообще лютые парни. Они прям... Ну, они прям долгие. Они прям могут. Они прям тащат и могут. Понимаете? Это было здорово. Следующий уровень. Hey and... А как уровень-то называется? Hey and... Pitchfog. Хорошо. Хорошо. Пичфог так, Пичфог. А... И кто там у нас? Интересно, из травы кто-то будет вылазить из колосков этих всех? Из этих... Поли... Ржи или рожи, как это морально называется? Так. Вот эти ребята. Вот эти ребята. И все. И все. Так. Ну, я думаю с этими ребятами мы справимся. Вот этими ребятами. Это очень имбовые челы, я вам скажу. Ну... Можно вызвать, конечно, одного вот этого. Он летает. Он призывает, по-моему, ворон, если я не ошибаюсь. Можно вызвать одного вот такого с косой чела. И... Ну и дубинчиков. Они просто подойдут и сделают все до конца. Они придут и добьют, скажем так, оставшиеся... Сопротивляющиеся... Морды. Поэтому вот. Ну, вороны, смотри, нормально трепят. Подожди, а ты чё больше ворон не кидаешь? Ты чё одноразовый, что ли? А чё этот с воронами одноразовый, что ли? Он дольше не кинет ворон? Ты просто вот так будешь стоять, что ли? Ты дурачок, ворон, кинь! Ребят, походу мы проиграли. Бу-бу-бу-бу-бу-бу! Кидай ворон! А, нет, вороны есть. Ты их не туда чуть-чуть, правда, метаешь, я тебе скажу. Но шансы есть. Шансы есть. Шансы есть проиграть. То есть, вообще, да, тебе... Окей, окей. Мы проиграли. Давайте действовать по-другому. Давайте вызывать тогда... Так. Ну, вот эти ребята, они прям вот зарекомендовали себя. Давайте их оставлять тогда. А поставим... Вот тут уже нужно думать, потому что, блин... Так, вот этого чела надо убирать, он не нужен. Я предлагаю поставить вот этого чела. Магистра. Магистра. Тут надо работать с помощью магии. На мамонта мне, конечно же, не хватает. Далеко не хватает. Но вот на каменщиков, в принципе, можно. Причем, если поставить их в разные стороны, это будет... Так, и на 122 вот этих челов с дубинками. Вот сейчас должно получиться. Вот эти вот парни в сене, они опасные. Но мои должны затащить как бы. Надо было сразу с магистров начинать. Магистры просто делают дело. А почему ты умер? Ты почему умер? Гонь! Так. Так, пацаны с дубинками. Я на вас рассчитываю. Вы как бы еще, ну, как бы должны... А, их уже нет. Их уже отмудохали. Отлично. Но мы должны выиграть. Но эти парни уже просто... Смотрите, они уже полностью все зеленые, как бы. Еще два чела с зельями есть. Мы тащим. Мы тащим, походу. Отлично. Это Витя. Это Витя. Это Виктори. Это классно. Это... Это... Nothing to see here. Ничего здесь не вижу. Нахер. Да, и действительно здесь никого нет. Нет. Но мы-то видим. Вот они вы. Вот они вы, ребята. Не видим мы вас. Ага, вот они вы стоите. И что, только такие будут нападать? Больше никого не будет? Или здесь тоже замаскировалась парочка ублюдков, а? Так, ну хорошо. Но я вас вижу, ребят. Ну что, вы думаете, я вас не вижу? Я вас прекрасно, прекрасно вижу. Я даже знаю, кто против вас сможет справиться. Против вас определённо справятся несколько вот этих чувачков. Вот таких вот. С вами обязательно справится один мамонт. Он в предвкушении надрать чью-то попку. И определённо с вами справятся дубинчики, которые пойдут впереди. Будут набрасывать, пока мамонт и зелье работают. Мне кажется, я неправильно их немножко поставил. Они сейчас все упадут к чертям с этого мостика. Поэтому проще сделать, наверное, вот так. Ну что ж. Ну я вас сразу раскусил, пацаны. Ну смотрите, ну против... Пьяные дауны, сука, вы чё упали-то, а? Кто вас уже убил? Мамонт, пожалуйста, не ложись отдыхать, а? Работай. Почему ты ложишься? Ещё не время спать, ещё не ночное время. Сзади тебя куча людей. Топи... Топ... Топчи их, давай. Катайся на них, ну! Братишка, ты гонишь? Мамонт, смотри, тут ещё парочка. Давай. Мамонт невероятно сильный. Невероятно сильный. Самый сильный человек на карте. Это мамонт. Это... Вот мужик прям. Окей. Final Destination Half-Line. Half-Link. Half-Link. Отлично. Ну и кто тут? И кто здесь? Final Destination. А кто здесь? Да ладно, серьёзно! Против двух песосников вот этих? Двух детей, двух школьников? 120 у меня? Так, подождите. Давайте против школьников запустим... Ну... А, мне не хватает. Хорошо. А кого можно пустить? Ну вот, пожалуйста. Два школьника против одного вот этого вот прекрасного рыцаря. Интересно, кто же выиграет? Это школьник, чувак. Это просто школьник. Сделай хорошо. Это просто ребёнок. Он ещё сопротивлялся, смотри. Он ещё думал не вытащит ребёнка. Офигеть. Ты просто ребёнок, бро. Ты должен был с ним справиться. Но ты, в принципе, и справился как бы. Так. Куча школьников. The Smallest Army. Это малейшая армия. The Smallest. Это самая маленькая. Когда есть ещё окончание East. Вот это вот. East. Это The Smallest. Это значит всё настолько маленькое, что ещё меньше, чем маленькое. Это курс английского языка. Smallest. Так. Окей. То есть, вот есть слово Bigger и Biggest. Small. Smallest. Smaller. Вот это вот. Так. Окей. Поехали. Ммм. Против мелких писюнов. Выйдет. 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 Поч. 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 Почему я его Поч называю? Короче, выйдет Порчи. Порчи. У него зелья, поэтому он Порчи. Мамонт. Почему мамонт не выходит? Мамонт должен выйти. Мамонт выходит. Его нельзя просто на дорогу делать. И куча дубинчиков, которые просто этих школьников разнесут. Куча хейтеров бегут, смотрите. И получают по ебалу. Отлично. Мамонт, ты не буксуй только. Просто мочишь колеров. Ну вот, ребята. Пожалуйста. При... 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 Пришла... Пришел, скажем так, вот этот вот прекрасный чувачок, который банит. Вот этот, как его из YouTube вот этот. Саппорт. И просто всех непокорных сложил. Только и моих почему-то зацепил. А ты кто? А ты ебанутый. Я понял. Так, окей. Классный был уровень. Мне понравился. Что будет дальше? Давай. О нет, сваливай прочь. Так, подожди, а это что такое? Чисто вот эти ребята, что ли, музыканты? Музыканты с домбрами. Казахские войны. Отлично, классно. Так, ну что ж, давайте попробуем. Давайте вызовем вот этого типчика. В смысле, run away. Это что я должен такое призвать, чтобы все пацаны run away сделали? Только одного дубинчика? И что, они run away все сделают? Они просто стоят, они ничего не делают. Я даже, я не представляю, что будет. Слушайте, это реально интересные уровни пошли, прям интересные. Просто мне интересно, что они будут делать. Неужели он пойдет и всех их будет добивать? Я вот не знаю немножко. Они его просто пугаются и убегают, что ли? Подожди. Подожди, спускайся давай и накидываем. Реально интересно. Они его просто боятся, ребята. Даже драться не нужно. Они боятся и сбрасываются в воду. Чувак, ты не уходи. Нам надо уровень поскорее закончить. Ты не ломайся сам только, пожалуйста. Инвалид тупой. Черт, он ходит уже, за жопу держится. У тебя все нормально, бро? В нем застряла его же дубинка, понимаете? А письку как ты держишь? А прикинь, ты пописать захотел, вытащил писюна, он у тебя между резинок трусиков за такой хоба, да? Заправился такой, да? Такой задержался. И ты, ну, пытаешься, пытаешься, а он не лезет. Ты такой, ну все. Так, ладно. Это, это... Пресчурбурные фантазии, ребят, успокаиваемся. Ха. All the bones. Все на костях, все на костях. Так, хорошо. Значит, чисто маги. Маги, скрытые щитовиками. А, и против них мы можем вытащить. Давайте попробуем, не знаю, давайте попробуем сделать... Не знаю, насколько тут сильно заточил бы Минотаур. Минотауре. Минотауре. Но вот эти типы могут, мне кажется, нормально справиться. Вот, по крайней мере, трое я точно делаю. Можно попробовать сделать, не знаю... Ну, для прикола можно поставить короля. Для прикола. Мне кажется, это будет необычно. Можно поставить Зевса. Зевс и король просто в одной пачке, в одном флаконе. И немножечко Снэйк Ачер. Это ребята, которые стреляют змеями из лука. И немного можно... Ну, вот парочку щитовиков. И как раз под ноль. Против вот этой Аравы. Ну-ка, давайте глянем. Ну, Зевс, он молнию держит в руках. О, ребята, мне кажется, вы приплыли. Ну, короля просто так не снесешь, я уверен. Король вообще наотмашь. Смотри, что делает. Плюс еще зельями вот эти парни швыряют. Нормально, смотри, нормально. Давай. Отлично. Зевс и король красавцы. Вы посмотрите просто на вот это. А что ты там делаешь с этим чуваком маленьким? Как папа и сынок. Превьюха будет моя. Папа и сына. Сынок. Когда-то давно. Когда я был молодым. Был мир, порядок, процветание. Но папа, посмотри туда-назад. Там же пизда. Нет, сынок. Это король. А вот это пизда. Ну, да. Что-то такое. Final Destination Club. Так, смотри-ка. Final Destination. Пункт назначения, короче. Весь фильм. Тоже, по-моему, называется Final Destination, если не ошибаюсь. Что это такое? Так ему и без меня хорошо. Как бы он так упадет, мне кажется. Он лагает, он буксует. Он вообще кошмарный такой. Так, ну смотри, у меня тоже 100 монет. У меня есть 100 монет. И можно запустить какого-нибудь туда. Ну, кого? Ну, Headbutter. Я еще не смотрел. Кто это? Ну, это какой-то знатный чел. Headbutter. И они на шлемах у них были. Но этого было достаточно, понимаешь? Но, если бы Slow Mo не сработал, то как бы мой Headbutter тоже бы сдох. Как бы, тогда бы я проиграл. Но, коль нужно, то пошло. Сит-ин-бул. Почему вы спите, пацаны? Вы че? У меня такое ощущение, что какой-то ритуал, что ли, кто-то должен был проводить над ними или что? Просто больше людей-то нет. Как бы, вы уже лежите. И сюда реально вряд ли нужны какие-то воины. У меня есть 1500. Давайте, не знаю, призовем вот этих ребят. Этих я помню. Топорчик. А, нет, это с двойными топорами. Давайте вот на этого посмотрим. Вот этого я точно помню. Это с большим топорищем. Чувак. Да, вот он точно, я его помню. Headbutter вызовем. И за 80... Ну, давайте вызовем протектора одного щитовика. Возможно, он спасет ситуацию, как-то там отвлекая кого-то, чего-то. Вы встанете, когда он подойдет или че? Вы так набросились на них, как будто вы зомби. Мне кажется, мы попали, короче, в тот фильм про ходячих мертвецов, когда они прям... В смысле? Да? А как они так лежа? А как они лежа успевают меня еще у моих воинов убивать? Подожди. Этот еще живой, смотри. Подожди, а что ты с ним делаешь? Смотри, он наблюдает за тем челом. А что ты там интересного в нем увидел? Ты очень страшен. Мне кажется, я попал в упоротый мир. Как бы... Не должны были в войне лежать. Брэд энд баттер. Хорошо. И кто здесь? Здесь у нас... Хэд баттеры, правильно? Наверное. Щитовики. Пацаны с мечами, пацаны с вилами, пацаны с дубинками. Пацаны с дуб... Так, ну, смотрите. Давайте будем реалистами. На мамонта мне не хватает, реалистами нам не быть. Но. Но. Мы можем вызвать одного вот этого чела. Даже двух вот этих челов. Вот так где-то их поставить. Можно. 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 Даже нужно поставить двух зельных чуваков, которые будут защища амбу делать. Поставить протекторов на отвлекалку. Четыре протектора. И на сто, на сто, на сто, на сто, на сто. Поставить одного фермера. Красивого, классного, непринужденного фермера. Ну-ка. Ну вот, смотри. Все по красоте. Маги... Маги не работают мои почему-то. Мы проигрываем. О-ля-ля. Мы проиграли. О-ля-ля. Я даже не хочу смотреть на тебя, чувак. Тебя сейчас просто сотрут в порошок там. Так, хорошо. Тогда что нужно сделать? Я придумал, что нужно делать. Мы ставим полностью на все вот этих чуваков. И начинается мессиво. Мне даже страшно представить, кто выиграет. Но я, кажется, начинаю представлять, потому что красных тел больше. Красных тел больше. Красных тел должно было быть больше. Их было больше. Как так? Это все рандом. Пробуем еще раз. Столкновение миров, ребята. Давайте. Ну, по рандому, по рандому. Мы должны сейчас вытащить. Ну. Давайте вдвоем. Ну же. Пацаны, вдвоем. Один щитовик вот этих двух дурачков сливает. Идеально. Ну, а что, если я поставлю щилды чисто? Вы же... Сейчас эти парни офигеют. Чисто против щитовиков они точно не справятся. Я прям уверен. Так, пацаны. Держите в курсе. Вас опять отмудохали. Я в курсе. Так, хорошо. Ага, ага. Вот на этих ребят мне, в принципе, не хватает. А что вы сделаете против лучников со змеями? Мне просто интересно. И одного копеносца на отвлечении. Что лучники со змеями смогут сделать? Вы часто стреляете с змеями или нет? Или у вас тоже долгая перезарядка? Нет. 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 Это была плохая идея. Так, подожди-ка. Даже не знаю, кого и поставить. А вот. 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 Нет. Это тоже плохая идея. А где хэт-баттеры? Подождите. Люди, у которых... Во. Во. Их будет много. И они сейчас сделают хорошо. Смотри. Вы чё как говно легли в толчок? Алло. Так. Так, подожди. Мы начинаем терпеть поражение потихонечку. Это плохо. Давайте сделаем так. Три камешка. Три камешка обязательно мы делаем. Делаем парочку зельников. И вот эти ребята идут и заканчивают. Давай. Делайте классно, пацаны. Просто сделайте хорошо. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Давайте. Мне становится страшно. Потому что наши силы почему-то не могут превзойти их силы. Хорошо. А это что такое? Ой, это маги. Кстати. А что мне мешает поставить одного короля? Имбового. Который их всех разнесёт. Так. И протектор, который будет отвлекать. Один король. Против них всех. Смотри. Это мега король. Это мега король. Который в одного. В одного. В одного. Делает. Классно. И. Он. Всех. Их. Давай. Король. Их трое. Их двое. Разносит. К чертям. Посмотрите на него. Он даже на бой не смотрит. Он смотрит туда. Ему нравится солнце. Но он их всех победил. Несмотря на бой. Ребята. Это было круто. Это было очень круто. Он в одного. Мы. Мы поняли. Что король. Он дает прям. Дает просраться. И дает просраться отлично. Мы прошли сегодня нормально. Очень нормально. Это прям здорово. Мне нравится. Это прям радостно. Уровней. Хоть жопой живой уровней. Дофига нам еще с вами. Проходить. И этим мы займемся. В следующих. Эпизодах. Ну а пока что с вами был Влад Шима. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пока. Пока.